Среди огромного множества причин бесплодия в 70 процентах случаев речь идет о трех основных проблемах. Нарушение проходимости труб, нарушение овуляции и нарушение показателей спермограммы. Мне хотелось бы остановиться на причинах, приводящих к нарушению овуляции. В подавляющем большинстве случаев находят состояние под названием синдром поликистозных яичников. Это состояние, при котором у женщины яичники увеличены, в них содержится очень большое количество яйцеклеток, но при этом они не работают циклически. К диагностическим критериям синдрома поликистозных яичников относятся увеличение уровня мужских половых гормонов, увеличение размера яичников на УЗИ, наличие 10-15 антральных фолликулов, преимущественно расположенных по периферии яичника и нарушение овуляции. Если мы имеем два из трех вышеперечисленных критериев, мы имеем право поставить диагноз синдром поликистозных яичников. Для лечения этого состояния рекомендуется огромное множество медикаментов и различных схем. Основная рекомендация, если женщина обратилась первый раз по поводу синдрома поликистозных яичников, это нормализовать образ жизни и обратить внимание на свой вес. Где-то у половины пациенток с СПКЯ наблюдается увеличение индекса массы тела, то есть избыточный вес. Проблема в том, что у женщин с поликистозом имеются нарушения не только на уровне яичников, но также на уровне производства инсулина, глюкозы и выделения гормонов, стимулирующих яичник к производству яйцеклеток и к овуляции. То есть обычно у таких пациенток повышен уровень лютеинизирующего гормона, повышен уровень тестостерона и имеется нарушение толерантности к глюкозе. Поэтому если мы имеем поликистоз яичников и избыточный вес, то первая задача это нормализовать вес и обмен веществ. И если удается снизить массу тела на 5% от первоначальной, есть порядка 20-25% шансов, что это приведет к восстановлению овуляторной функции и, соответственно, к восстановлению фертильности у такой пациентки. Если этой рекомендации оказалось недостаточно, тогда нам надо обсудить с пациенткой стимуляцию яичников. Для этого используют препараты антиэстрогенов, всем нам хорошо известный кламифенцитрат или гонадотропины, то есть препараты, в состав которых входит фолликулостимулирующий гормон. Начинать, безусловно, необходимо с более простых препаратов, то есть с антиэстрогенов или кламифенцитрата. Где-то в процентах в 70-80 случаев этого бывает достаточно для восстановления овуляции. В 30% случаев мы наблюдаем резистентность к кламифенцитрату, то есть отсутствие реакции на препараты такого типа. В случае применения препаратов пластилбигид овуляция будет наблюдаться в 60-70% случаев, но беременность наступит в 30-40%. Вот эта разница до сегодняшнего дня остается не совсем объяснима, ее иногда связывают с побочным эффектом кламифенцитрата в виде тонкого эндометрия, нарушения свойств шеечной слизи, влияние на качество ацита, но до конца этот вопрос на сегодняшний день не изучен. Рекомендуется сделать как минимум 2-3 цикла стимуляции стилбигидом. Если беременность не наступает, тогда рассматривать какие-то другие варианты. Из дальнейших попыток мы можем предложить стимуляцию фолликулостимулирующим гормонам. Рекомендуется начинать с небольших доз. Расчет дозы происходит в зависимости от веса женщины, от ее возраста, от длительности течения заболевания и от уровней гормонов. Обычно начинают с небольших доз, 50, может быть 75 единиц, и затем дозы повышают в случае отсутствия эффекта. Считается, что 6 циклов стимуляции овуляции фолликулостимулирующим гормонам дают вероятность наступления и беременности порядка 60-70%. Безусловно, в нашей стране это немножечко для некоторых пациентов сложно, потому что все-таки препараты фолликулостимулирующего гормона значительно дороже кластилбигида, но тем не менее они имеют очень высокую эффективность и позволяют в большинстве случаев получить необходимый результат. В случае отсутствия результата от подобной стимуляции, необходимо пересмотреть лечебную тактику, уточнить нет ли у пациентки других причин бесплодия, допустим нарушение проходимости маточных труб или каких-то отклонений в генетике, или нарушений эндометрия, возможные анатомические дефекты матки, полипы, перегородки. Все это тоже будет нарушать и снижать вероятность наступления беременности. Одним из методов лечения синдрома поликистозных яичников можно считать энтоскопическую хирургию или лапароскопию, то есть минимальное инвазивное вмешательство, специальная камера попадает в брюшную полость пациентки, доктор не производя разрез через специальное отверстие вводит инструменты и воздействует на яичник. Кроме того, подобное вмешательство позволяет более точно оценить проходимость маточных труб, а также понять нет ли сопутствующих состояний, таких как эндометриоз, спаечный процесс, наличие каких-то кист и так далее. Лапароскопия дает тоже очень хороший результат. Если проходимость труб не нарушена и после лапароскопии мы понимаем, что спермограмма у нас хорошая и сделан весь объем операции, который планировался, то вероятность наступления беременности в течение года составляет от 30 до 60 процентов, что тоже весьма и весьма высокий и хороший результат. Если не удалось получить беременность всеми перечисленными способами, безусловно, нужно обсудить экстракорпоральное оплодотворение, то есть попытку получения яйцеклеток непосредственно из яичника женщины, оплодотворение их в лабораторных условиях, получение эмбриона и перенос эмбриона в полость матки. Такой метод дает вероятность наступления беременности порядка 50-60 за один менструальный цикл. Кроме того, у женщин с поликистозом яичников нам, как правило, удается получить больше 15 яйцеклеток, соответственно, большое количество эмбрионов, которые можно заморозить, и это позволит женщине сделать одну стимуляцию и, допустим, 3-4-5 переносов, если в этом возникнет необходимость, что, безусловно, повышает кумулятивную частоту беременности на один произведенный цикл стимуляции. Субтитры создавал DimaTorzok